Директор управления ЖКХ Марина Овчинникова отметила, что все желающие могли ознакомиться с новым документом. Он был вложен в публичный доступ. Для жителей многоквартирных домов по составу правил и жителей частного сектора требования и обязанности новыми правилами никак не изменяются. Изменяются обязанности юридических лиц, собственников нежилых административных зданий. В этом отношении теперь слова, которые у нас были в действующих правилах, рекомендуем, заменены на слова «запрет» и «обязан». Такая формулировка поможет контролирующим организациям применять штрафы для собственников, которые отказываются содержать свою территорию в чистоте. В свою очередь у депутатов возник вопрос, а кто должен отвечать за грязные контейнерные площадки по сбору бытовых отходов. У нас обязана управляющая организация создавать, убирать, содержать контейнерные площадки. Если управляющая компания не убирает площадку, нужно обращаться в управление ЖКХ, отметила руководитель. После депутаты вновь вернулись к обсуждению новых правил. Перед управлением ЖКХ была как раз поставлена задача привести новые правила, благоустройства и обеспечения чистоты и порядка в городе, для того, чтобы они были рабочими. И для того, о чем говорит Юрий Алексеевич, чтобы не просто пальцем грозили нерадивым, так сказать, организациям, жителям или предпринимателям, а чтобы доводить дело до конца. Не хочешь убираться, платить деньги в бюджет, это будут за тебя делать соответствующие службы. Я думаю, если мы нетерпимо будем к этому относиться, то в конце концов ситуацию эту удастся, переломим. Депутаты единогласно приняли правила. Документ отправлен на проверку юристам областного министерства.